Всем привет! Из этого видео вы узнаете, что представляет обзорная экскурсия, которую предлагает Сочи, Золотое кольцо Абхазии. Смонтировал ролик из домашнего видео, первые попытки блогерской съемки. Извиняюсь за качество съемки, все было снято на цифровую мыльницу. В ролик будут добавлены мои современные комментарии. Итак, поехали! Новый Афон Огромную карстовую полость находится под склоном Иверской горы на территории города Новый Афон. Вблизи находится Новоафонский монастырь и храм Симона Канонита. Пещера состоит из девяти залов, шести из которых проводятся экскурсии. Площадь пещеры более 40 тысяч квадратных метров. Постоянная температура воздуха в пещере плюс 11 градусов. По искусственному пробитому тоннелю небольшой литропоезд доставляет туристов потрясающий подземный мир. Путешествие в чарующий подземный мир начинается со станции «Входные ворота», откуда за несколько минут, преодолев 1360 метров, турист оказывается у первого зала «Анакопия». На дне пещеры находятся два небольших озера «Анатолия» и «Голубое». Есть и каменный водопад. А высота самого высокого зала достигает 97 метров. К сожалению, видеосъемка у меня в Новоафонской пещере не удалась. Слишком темно и слишком слабая у меня была техника. Могу немножко показать отрывок, что примерно получилось. Акустика здесь великолепная. В одном из залов даже проводятся музыкальные концерты. Во всех залах играет музыка такая релаксирующая. Маленько слышите. Очень красивая пещера. Дур заходует. Не зря поворачиванная Владимиром. Вот такая съемка получилась. Я всем советую здесь побывать. Билет стоил 500 рублей. Съемка платная. Берите с собой хорошую технику и вы не пожалеете. Но мы отправляемся дальше. Новоафонский Симоноканонитский монастырь. Новоафонский монастырь в Абхазии. Новоафонский монастырь в Абхазии. Новоафонский монастырь в Абхазии. На 10 дней. Такое есть изнутри. Внутри храма мне разрешили снимать. Все конечно требует реконструкции. Но все очень красиво. Немного из истории монастыря. В 1874 году настоятели русского афонского пантелеймоновского монастыря Архимандрит Макарий и иеросхимник Ироним обратились к российскому царю с просьбой выделить землю для монастыря. Просьба их была удовлетворена. Царское правительство отвело монахам 327 десятин земли в абхазском селе Анхуа и выделило денежную субсидию. В 1875 году закладывается фундамент храма во имя покрова Пресвятой Богородицы, являвшегося частью так называемого Нижнего Комплекса. Почти полностью разрушенный во время русско-турецкой войны в 1877-1878 годов он был восстановлен после ее окончания. До революции 1917 года Новофонский монастырь был одним из главных духовных центров Кавказа. В 1924 году монастырь был закрыт советскими властями за контролируционную агитацию. Некоторое время обитель была заброшена, использовалась под склады, возвращен верующим в 1994 году. 11 февраля 2011 года правительство Абхазии передало монастырь Абхазской Православной Церкви. Сейчас мы еще погуляем вокруг монастыря, где очень-очень красиво. Водруг Новофонского монастыря, вот такая природа. Море далеко. Сам монастырь. Очень красиво. Не подумайте, что рекламирую. Но в Абхазии надо побывать. Хотя бы на экскурсии. Припажи здесь недельку-две. Это будет очень хорошо. Привет из Абхазии. Привет из Абхазии. Продолжение следует... На море погода очень хорошая, солнце. Здесь вам дадут минут сорок, чтобы погулять и посетить монастырь, а мы едем в заключительное место экскурсии, город Питсунда, где тоже вам дадут время, чтобы искупаться, погулять по пляжу этого города. Вперед! Питсунди, на гляже Питсунди, Абхазия. Далее полчаса, кто хочет купаться, но море еще часа вечера, сильные луны. Поэтому дом на охоту, скажем так. Пылажа галька, пылайши, песок. Пылажи широкие. Ну и можно сказать, что дикие. Другом какие-то пылесосны. Около берега влаши, такая растительность. Пыл XL. Написано www.Lkasihesor.com.ar Поприпель сейчас мне надо... ...обкраску пива. Все пляжи Пицунги можно объединить одной характеристикой целебный воздух сосновых деревьев, которые растут по всему этому курорту. Городок Пицунга не так давно был закрытым городом. Сюда попасть смогли только элита советского государства. Это было связано как раз с основой рощей, которая очищает воздух вокруг курорта. Да и вода здесь кристально чистая, даже в самый разгар летнего сезона. Такая была экскурсия «Золотое кольцо Абхазии». Спасибо всем за просмотры. Ставьте лайки или наоборот. Буду рад новым подписчикам. Всем добра и любви. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok